В Сочи завершился российский инвестиционный форум, на котором для Свердловской области произошло сразу несколько знаковых событий. Региональному правительству удалось закрепить договоренности с партнерами о повышении инвестиционной привлекательности Среднего Урала. Губернатор Свердловской области Евгений Кувишев отметил высокую результативность работы делегации региона на площадке Российского экономического форума в Сочи. Областному правительству удалось документально закрепить договоренности с партнерами о повышении инвестиционной привлекательности Среднего Урала, создании условий для повышения качества жизни уральцев. Глава региона подписал соглашение о сотрудничестве с корпорацией Ростелеком, Национальным центром развития государственно-частного партнерства с Почтобанком и другими партнерами, взаимодействие с которыми призвано вывести Серовскую область на новый уровень инвестиционной активности. Был насыщенный день, насыщенная встреча на подписание соглашений. Этому предшествовала большая организационная работа для того, чтобы утвердить принятые решения в соглашениях с нашими партнерами. Было много общения как с бизнесами, так и с властью. Я уверен, что нынешнее участие, как и всегда, участие делегаций Свердловской области принесет огромную пользу в развитии всех наших направлений. Стоит отметить, что в Свердловской области ведется системная работа по повышению инвестиционной привлекательности как региона в целом, так и отдельных его территорий. Для этого на Среднем Урале формируется и развивается современная инвестиционная инфраструктура. Это в первую очередь особая экономическая зона Цитановая долина, к работе на площадке которой привлечено 13 резидентов с общим объемом инвестиций около 24 миллиардов рублей. Ведется работа по созданию второй очереди особой экономической зоны, которая станет ядром авиастроительного кластера. Кроме того, на днях губернатор Евгений Ковешев дал поручение о подготовке к реализации проекта по формированию региональной особой экономической зоны на базе горнолыжного комплекса «Гора Белая». Особые условия для инвестирования созданы в Краснотуринске, получившем статус территории опережающего социально-экономического развития. На создание ТАСЭР претендует еще несколько уральских городов, в том числе и Азбест. Также областные власти уделяют повышенное внимание популяризации, повышению узнаваемости и открытости региона. Сверовская область с 2010 года является местом проведения международной промышленной выставки Иннопром. Екатеринбург вновь включился в борьбу за право проведения всемирной выставки Экспо. А уже летом этого года в уральской столице пройдут матчи Чемпионата мира по футболу. Кроме того, в Сверовской области почти полностью на 94% выполнены работы по внедрению 12-ти целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса в рамках поручения президента России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова